Партизанское движение в РФ набирает обороты. С началом мобилизации за поребриком все больше россиян выступают против войны с Украиной. Многие готовы на все, лишь бы не ехать на фронт и отдавать собственные жизни в угоду бредовым желаниям Путина. Вместо этого они поджигают местные военкоматы, устраивают диверсии на железнодорожных переездах и пускают под откос целые составы. По данным самих российских партизан, на сегодняшний день в их рядах насчитываются десятки тысяч добровольцев, каждый из которых помогает освободительному движению, чем может. Это и антивоенная пропаганда, и распространение агитационных материалов различное. Они нам оказывают материальную помощь также, за что мы им очень благодарны. Они также проводят акции прямого действия, то есть акции, направленные против военкоматов, акции, в которых они уничтожают склады какие-то, либо железнодорожные пути. Отдельное направление работы российских диверсантов – информационная подрывная деятельность. Мелкими терактами и немногочисленными диверсиями на железной дороге переломить ситуацию явно не получится. А значит, нужно разрушать военную машину изнутри. Стоит ожидать таких и протестов, и бунтов в составе мобилизованных, и, возможно, партизанские действия. Я думаю, что это все обязательно будет. Потому что даже если 10-20% от того количества мобилизованных, которые сейчас призваны, это более 300 тысяч, они проявят свое недовольствие и начнут бунтовать. Это довольно-таки немало. Также на примете у российских партизан имеется несколько тысяч потенциальных срочников, готовых не просто бунтовать, а при первой возможности перейти на сторону Украины. Это уже заявки от людей, которые подлежат мобилизации. То есть даже если они уже попадут, скажем так, будут насильно призваны и попадут на фронт, они уже передают нам информацию о вооруженных силах России изнутри, они уже дают информацию о планах каких-то, рассказывают, куда направляются, чем занимаются их части. И, конечно, они будут искать возможности перейти на сторону Украины. Тем же, кому духу перейти на сторону Украины и сражаться за новую Россию без Путина не хватает, партизаны предлагают альтернативу – бежать из страны. Трусливый, на первый взгляд, шаг, как выясняется, может порой пошатнуть башни Кремля сильнее тротиловой шашки, привязанной к железнодорожным рельсам. Миллионы людей уехали, те, которые способны были к сопротивлению, к гражданской оппозиции, к политической активности и так далее. Даже за последние полгода уехал там более пяти миллионов человек. Пяти миллионов – это страна, такая, как Болгария, взяла и уехала. Опаснее уехавших для Путина могут быть лишь те, кому некуда податься. Из года в год живущие за чертой бедности россияне все больше сочувствуют и поддерживают местных партизан, выступающих за немедленное прекращение войны с Украиной. Родственники погибших и мобилизированных могут создавать какие-то неудобства для власти. Уже в обозримом будущем так называемые неудобства могут стать настоящей головной болью Кремля. Среди прочего, российские партизаны одной из главных своих целей называют освобождение 144-миллионного народа из подлап путинской диктатуры. Эти идеи особенно близки малым народам РФ. Последние уже практически открыто заявляют о собственной независимости и желании выйти из состава федерации. Если и есть какая-то хелесовая пыта в России, то это все-таки восстания глобальные, имеется в виду по краям, представители коренных народов, которые есть частью, то есть они колонизированы. И вот если у них вдруг появится желание отсоединиться и не воевать, за Россию, а строить свою жизнь уже отдельно от России, вот тогда, может быть, могут какие-то быть тектонические сдвиги. Однако рассчитывать на скорую цепную реакцию и распад России военные эксперты не советуют. Не стоит забывать, что спецслужбы РФ не дремлют. И многие из партизанских интернет-пабликов и подпольных организаций могут оказаться подсадными утками, призванными выявлять инакомыслящих на территории РФ. Пока же, как непарадоксально звучит, над освобождением россиян больше всего работают военные силы Украины и украинский народ. Ведь именно после того, как путинский режим потерпит полное поражение в войне, в России могут начаться глобальные изменения к лучшему.